Свой профессиональный праздник отмечают лётчики и все те, кто обслуживает летательные аппараты не только в воздухе. Военная авиация Узбекистана прошла немалый путь и сегодня имеет на вооружении современную авиатехнику. А своё лётное мастерство пилоты совершенствуют и на земле, и в небе. О том, какие задачи решают представители элиты вооружённых сил страны, в репортаже Оллы Ракаевой. В небо поднимаются лучшие из лучших воздушные асы, способные вмиг преодолеть огромные расстояния на сверхзвуковых скоростях. Этот эффектный микс прямо над головой. Операторы едва успевают удержать его объективе вмиг пролетающие машины. Спустя мгновение они исчезают из вида и также неожиданно внезапно появляются вновь. За штурвалами династия Турдыева, на самолёте транспортной авиации Сынк. За штурвалом Су-25 полковник Алишер Турдыев, лётчик-снайпер. В авиации уже 36 лет. Это сотни учений свыше 2000 часов налёта. Начинал с СЛ-29 «Дельфин». С навыком лётного мастерства обучил не одну сотню молодых пилотов. Выполнялись элементы построения всей группы на взлётно-посадочной полосе, пристраивание к военно-транспортному самолёту и отработка групповой слётности в составе трёх самолётов на предельно малых высотах. Молодой лётный состав сегодня, в частности, вот на тактической авиации, они уже летают на полигон, стреляют, бомбят по наземным целям. И у них, в общем-то, хороший, отличный результат. Целые династии лётчиков. Скорее традиция для них. Современные самолёты и вертолёты, а от них огромный опыт, отвага и верность в долг. Такие полёты совершаются постоянно для поддержания лётной натренированности в целях неутраты лётных навыков. Сколько я себя помню, я хочу стать лётчиком. Я пошёл по стопам отца. Любите свою профессию? Обожаю. Если бы был шанс стать кем-то другим? Ни за что. Пока один телеоператор, словно оператор системы ПВО, отслеживает динамику в небе, другие наблюдают, а в авиации есть такое выражение, за прогулкой авиатехники на земле. Выстроившись в единую линию, они демонстрируют всю мощь ВВС Кыргызстана. Это уже другой аэродром. И прогуляться по взлётно-посадочной также разрешили одновременно нескольким десяткам винтокрылых, словно в сопровождении военно-транспортного Си-295-го, который, выполняя роль ведомого, периодически осматривает вертолёты с высоты полёта. А ведь именно там, за облаками, романтика сменяется каждодневной, не без доли риска, службой. Высока роль авиации, не только военной, при выполнении специальных задач. Доставка граждан и планетарных грузов, особенно в период пандемии. Все эти непростые задачи выполнены на высоте, и не только в переносном смысле. Когда пухи информационной сводки звучат буквально так, авиационная техника отработала всё штатно. Хотя сколько внештатных ситуаций, в которых приходится демонстрировать исключительный профессионализм. Пилоты неоднократно участвовали в эвакуации граждан при возникновении ЧАЭС. Пожаротушение из вертолётов, экстренная доставка граждан в медучреждения и сорталённых мест. Возложение цветов, почитание памяти погибших при исполнении – это всегда традиция, нарушать которую лётчики не вправе. Как и не вправе не помнить ханы неживущих. Каждый почётный адресат чувствует на себе заботу и внимание государства. Торжественное построение и награждение военных лётчиков ведомственными наградами – это уже традиция праздника. Достижения побед которых кроются в мастерстве и мужестве воспитанных на ярких примерах патриотизма. Всё это не подходит к прагматикам, поэтому в военную авиацию идут только по любви к небу.